В Омске прошел чемпионат Сибири по чир-спорту. На престижный турнир приехали более 300 спортсменов из разных городов. Чем чирлидинг отличается от чир-спорта? Почему танцы девушек в качестве групп поддержки переросли в полноценный вид спорта? И кто может им заниматься, расскажет Юлия Боброва. Яркие наряды, помпоны и, конечно, сложные, но запоминающиеся акробатические элементы. Амичка Юлия Отраднова в чир-спорте уже 8 лет. Была в группах поддержки авангарда и амички, но каждый старт для нее определенное волнение. Это очень сложно, потому что у нас присутствуют гимнастические элементы, акробатика. Все равно это не просто помахать с помпушками, это нужна сила, нужна растяжка, большой труд. Выступления этих девушек на спортивных соревнованиях только кажутся приятными дополнениями к ним. Раньше действительно так и было, но сейчас чир-спорт – это полноценная дисциплина. В нем есть множество стилей. А чтобы станцевать вот такой номер, как у этих девушек, требуется 9 месяцев подготовки. Чир-спорт и группа поддержки – это разные вещи. Здесь занимаются дети, которые не выступают чаще всего в качестве групп поддержки. Группа поддержки обычно собирают девчонок не по спортивному принципу, а по принципу внешних данных. Здесь главная физическая подготовка, пластика и чувство ритма, к примеру, чтобы успешно выступить в так называемом чир-джазе. А эти девушки выступают в еще одном стиле – хип-хопе. И при этом многие уже не впервые занимают призовые места на престижных соревнованиях. Так, а мячи традиционно сильны в стиле фристайл, а новосибирцы – в чир-джазе. В Новосибирской области есть ряд команд, которые серьезно уже выступают. И Новосибирская область в данный момент имеет первенство России и чемпионов первенства России по чир-спорту и по чир-лидингу. Он развивается, он везде сейчас очень активен, и очень много в России регионов здорово очень занимаются видом спорта. В Омске таких команд больше 20. Судьи говорят, чир-спорт очень популярен у молодежи. Вы, наверное, заметили такие молодежные популярные направления хип-хоп, и брейкинг сюда элементы включены, и все разные уличные танцевальные направления точно так захватывают молодежь. В чир-дисциплинах там очень много экстрима, тоже очень привлекательно для молодежи, поэтому это дело подхватывается и в школах, и в вузах, и в спортшколах в том числе. Я думаю, что это надолго. На этом чемпионате выступили более 300 спортсменов из разных городов Сибири. Лидеры по количеству завоеванных медалей – Омск и Новосибирск. Победительницы уже в ноябре поедут на Кубок России. Юлия Боброва, Александр Лысак. Новости. Здесь Омск.